Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня в программе говорим о детском травматизме, ведь начался новый учебный год. Ряд советов, необходимых рекомендаций вы услышите от начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Дмитрия Арзанова. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вот и пережили лето, начался сентябрь, начался учебный год. Это новые риски, новые профилактические мероприятия для сотрудников ГИБДД. Сколько их у вас и не перечесть, да? О чем нужно помнить в первом месяце осени? В первом месяце осени, конечно, нужно прежде всего помнить о наших юных участниках дорожного движения. Дети вернулись с отдыха, где продолжительное время они, возможно, находились в загородных лагерях, в загородных базах отдыха у родственников. И, вернувшись в большой город, им в обязательном порядке надо напомнить правила поведения в этом большом городе. Где правильно переходить дорогу, как это безопасно сделать. Напомнить о том, что транспортное средство нельзя остановить ежесекундно. Для того, чтобы переходить дорогу, нам необходимо, прежде всего, убедиться, что водитель нас видит. Даже, что переходить дорогу нам только в положенном месте, но даже в положенном месте мы должны убедиться, что водитель нас видит и принимает меры к снижению скорости. К сожалению, в этом году у нас регистрируется рост дорожного транспортного травматизма с участием несовершеннолетних. Более половины из пострадавших детей и все погибшие участники дорожного движения являлись именно детьми пассажиров. Пассажиры. Да. И могу сказать, что больше трети из пострадавших детей, они пострадали по вине водителя, который осуществляли перевозку этих детей. То есть, конечно, всем надо помнить, всем водителям необходимо помнить, что если в салоне у вас находится ребенок, вам необходимо строжайше соблюдать правила дорожного движения. И, конечно же, прежде всего, это снизить скорость, исходя не из максимально возможной разрешенной на данном участке, а из безопасной скорости, учитывая, что вы перевозите своего юного пассажира. Увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Ни в коем случае не управлять транспортным средством в утомленном состоянии. Отвлекаться на разговоры с теми же пассажирами, на телефон. То есть, в любом случае, надо быть предельно внимательным и осторожным, если у вас в салоне находится ребенок. Потому что, говорю, что больше трети именно пострадали по вине водителей, которые осуществляли перевозку этих детей. Дмитрий Сергеевич, сентябрь – это уже сокращение светового дня, это уже вечерами темно, да? Как ваше пожелание родителям, даже, можно сказать, требования родителям, чтобы ребенок остался невредим? Когда ребенок идет в школу, обратно есть дорога, пешеходные переходы. Какую работу проводить со своим ребенком? Прежде всего, конечно, это касается родителей первоклассников, которые только идут в школу. Но это также актуально и для родителей всех учеников. Это взять ребенка за руку и пройти с ним по маршруту от дома до школы и обратно. Показать ему, где правильно переходить дорогу, как это безопасно сделать. Конечно же, вы правильно сказали, что сокращается световой день. У ребенка на одежде должны быть светоотражающие элементы. Сколько лет, мне кажется, мы уже об этом говорим? Ну, в любом случае, видимость пешехода, она увеличивается в разы при наличии у него на одежде, на рюкзаке, в руках. Тут мешок для сменной обуви, который он в руках держит. Наличие светоотражающих элементов на всех этих элементах, конечно же, в разы увеличит видимость ребенка водителям при приближении к нему. Поэтому не посчитайте ненужной траты времени провести дополнительное разъяснение своим ребенком. Конечно же, мы, сотрудники госавтоинспекции, сейчас с наступлением учебного года придем в аудиторию. В аудиторию школьников, в аудиторию техникумов, среднеспециальных учебных заведений. Мы дополнительно расскажем в игровой форме, в форме тестов, в форме викторин. Мы, конечно, расскажем, напомним детям, как безопасно и правильно участвовать в дорожном движении на территории дороги, будь то населенного пункта, вне населенного пункта. Но родители, конечно, прежде всего своим примером мы должны привить нашим юным участникам движения, именно привить изукоснительное соблюдение этих требований безопасности, которые имеются. Что сделано в инфраструктуре областной столицы, в том числе, по оборудованию пешеходных переходов? Многое меняется в лучшую сторону, так что видно издалека уже, да, и появившегося пешехода в том числе. У нас с развитием интеллектуальной транспортной системы в городе становится все больше вызовных светофоров для пешеходов, то есть именно с вызовной фазой для пешеходов, что, конечно, в первую очередь обезопасит переход пешеходами проезжей части, ну и, конечно, разгрузит, увеличит пропускную способность уличной дорожной сети, то есть светофор не будет загораться, переходить в зеленый режим для пешеходов, когда нет необходимости, никто не будет переходить проезжей части, будет переходить в этот режим только тогда, когда будет нажата кнопка вызова, и действительно есть необходимость пешеходам в переходе проезжей части. Ну, вы видите, как динамично развивается уличная дорожная сеть у нас в регионе, она становится и более безопасной. Мы уже на протяжении нескольких лет фиксируем снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в месте совершения которых были зафиксированы недовлетворительные дорожные условия. Поэтому, конечно, качество и уличной дорожной сети, и системы организации дорожного движения, оно увеличивается. Приближаясь к пешеходному переходу водителю, на что прежде всего обращать внимание? Это, наверное, прежде всего снижение скорости, да? Безусловно. Обязанность водителя при приближении к пешеходному переходу снизить скорость. Если мы видим, что подходит пешеход к пешеходному переходу, необходимо, конечно же, остановиться и пропустить. Пропустить его именно для того, чтобы он безопасно прошел, безопасно совершил свой маневр, переход улицу, тем более, что он осуществляет это в установленном месте. Ну и, конечно, если мы видим, что это многополосная дорога, и водитель на одной из полосы снижает скорость и останавливается, даже если мы не видим пешехода, то нам в любом случае надо снизить скорость и убедиться, что он уже не начал движение, пешеход, перед тем транспортным средством, которое перед вами остановлено. Тем более, когда мы говорим о детях, да, часто ребята выбегают на дорогу, да, неожиданно для тех же автомобилистов. Могу сказать, что да, количество детей-пешеходов у нас немного сокращается, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. И сокращается количество детей, которые пострадали по собственной неосторожности. Поэтому мы видим, что нам, как водителям, необходимо быть предельно внимательными, для того, чтобы не осуществить какой-то наезд на юного участника дорожного движения. Территория возле тех же образовательных школ, детских садов по-прежнему оборудуется так называемыми лежачими полицейскими? Конечно, мы в преддверии нового учебного года взяли проверку всей уличной дорожной сети, которая расположена вблизи учебных заведений. Конечно, это не только искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы. Это и специализированные светофоры типа Т7. В любом случае, знаки на светоотражающей флориционной основе. То есть именно к пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений повышено требование. И мы, конечно, контролируем соблюдение этих требований. Дмитрий Сергеевич, сентябрь – это еще пора так называемых средств индивидуальной мобильности. Изменения в законодательстве относительно тех же самых самокатов произошли. Давайте напомним, что нужно знать и владельцам самокатов, и тем, кто пользуется услугами, что называется, проката этого транспорта. Да, действительно, с 1 марта этого года у нас правила дорожного движения появились такой термин, как средства индивидуальной мобильности. Также закреплены места использования, возраст использования этих средств индивидуальной мобильности. Могу напомнить, что движение разрешено в местах общего пользования только с 14 лет. Также обращаю внимание о том, что в переезде через пешеходный переход необходимо спешиваться. Это, конечно, самое распространенное нарушение, которое допускают водители средств индивидуальной мобильности. И, в принципе, это самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, когда водитель, просто не успев среагировать на внезапно выезжую часть кайстника движения на средства индивидуальной мобильности, совершает на него наезд. Это не только наезд на самого водителя с того же самоката, но это еще и реальная угроза для пешеходов, среди которых он лавирует, не снижая подчас скорости. Абсолютно правильно. И, конечно же, передвигаться на этом средстве индивидуальной мобильности возможно только одному. В никаком случае он не предусмотрен эксплуатации с пассажиром. Что, к сожалению, мы часто видим. А по двое, а то и по трое подростки ходят на этом самокате, и это чревато травмами. Конечно. В любом случае, ребёнок только в 14-15 лет начинает развиваться те органы, которые считают за координацию деятельности. В любом случае, это необходимо двухколёсное, любое транспортное средство, оно удерживается путём удержания равновесия. И, конечно, когда у вас будет двое, то удержать это равновесие будет гораздо сложнее, нежели он будет передвигаться, как положено, в одиночном порядке на этом средстве индивидуальной мобильности. А вообще предусмотрены какие-то средства защиты, те же самые шлемы, наколенники, вот как-то есть при падении? Безусловно, использование средств, тех же самых шлемы, которые мы используем, и при движении на велосипедах, использование наколенников, малокотников. В случае падения, даже не просто несовершение дорожно-транспортного происшествия, а просто в случае падения, они уберегут, защитят наше здоровье и позволят не допустить того вреда, который мы можем получить без использования вот этих вот средств защиты. А учитывая все-таки травмоопасность этого вида передвижения, ставится ли сейчас вопрос о так называемых выделенных полосах велодорожках, дорожках для самокатов в нашей областной столице? Мы видим, что велодорожки у нас имеются довольно протяженные и в районах нашего города ставятся вопросы и о запрете места использования самокатов, то есть так называемое увеличение зон успокоения, где те же самые кикшеринговые компании, они ограничивают скорость использования этих самокатов в так называемых зонах успокоения. Что нужно знать родителям, которые как бы иной раз им несут ответственность за поведение своего ребенка на том же самом самокате? Конечно, родителям необходимо разъяснять детям те правила, которые необходимо соблюдать при управлении самокатами. Необходимо помнить тот возраст, только достигнув которого можно управлять этим самокатом. Потому что госинспекция проводит довольно много профилактических мероприятий и с электросамокатами, с привлечением и общественности, и представителей кикшеринговых компаний. Уже более 200 лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, они привлечены в этом году к административной ответственности за нарушение работы. И родители несут тоже самые штрафные санкции, поэтому лучше сказать ребенку, лучше провести с ним, как мы говорили, когда ты проводишь ребенка в школу, точно так же ты объясни ребенку, как вести себя на дороге на том же самом средстве индивидуальной мобильности. Значит ли это, что проблемы с велосипедами и с мотоциклами как-то отошли в сторону? С собой на первое место вышли эти самые СИМы? Нет, к сожалению, в структуре детской аварийности ни велосипеды, ни дети водителей велосипедов или мототранспортных средств не ушли на второе место. У нас с участием несовершеннолетних водителей зарегистрировано почти 30 дорожно-транспортных происшествий. Причем основная из них часть это водители мототехники, то есть мопеды, питбайки, которые в принципе не могут управлять дети, потому что у них еще они не достигли возраста, которым дается право управления транспортным средством. И у них нет наличия необходимого права управления, то есть водительского удостоверения. Мы все прекрасно знаем, что для управления мопедом необходимо наличие водительского удостоверения категории М и возраст не менее 16. Ну вот на ваш взгляд, те же самые велосипедисты или самокатчики, они ведь тоже должны как-то иметь представление о правилах дорожного движения? Я думаю, что представление о правилах дорожного движения имеют все, потому что начиная с детского сада и сотрудники госавтоинспекции, и для учебной организации, они обучают детей, как правильно ходить в правильную часть, какие есть обязанности у пешеходов. Конечно, для того, чтобы управлять уже велосипедом, прежде всего родители должны напомнить ребенку, рассказать ему, как правильно это делать, как это делать, прежде всего безопасно. В череде профилактических операций, операций, о которых мы сегодня уже очень много говорили, первостепенные в начале осени какие? Ну, я думаю, что тот же самый контроль трезвости, он всегда важен, да? А детское кресло, да, продолжается. Что еще? То же самое, второе место по причинам совершения дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди, у нас занимает выезд на полосу встречного движения. Конечно, здесь мы используем и автомобили скрытого патрулирования. Прежде всего, мы проводим профилактические мероприятия в тех местах, где совершились дорожно-транспортные происшествия по этой причине. И проведение профилактических мероприятий, оно дает свой эффект. У нас количество таких дорожно-транспортных происшествий, оно снижается. В преддверии холодов, наверное, сейчас ваше предостережение. Менять стиль вождения, менять, что называется, резину, да? К чему нужно быть готовым? Потому что сентябрь, ну, как и любое время года, проходит быстро довольно-таки, да? Этот месяц пройдет быстро, а впереди уже холода. Что предусмотрено? Какие риски вы видите перед собой? Прежде всего, конечно, быть готовым к тому, что световой день сокращается. То есть, уже едя на работу, возвращаясь с нее, мы должны понимать, что это уже будет время упрямь. Поэтому и скорость движения, и стиль вождения здесь надо выбирать соответственно. И, конечно же, своевременная замена летней резины на зимнюю, потому что и характеристики, и качество летней резины, они предусмотрены только на определенный температурный режим. И с понижением температуры, а тем более с появлением первых заморозков, появлением первой головоледицы, конечно, мы должны быть уже заранее привезти свое транспортное средство в соответствии с тем погодными условиями, быть готовым о том, что нам необходимо управлять транспортным средством с меньшей скоростью, соблюдать большую дистанцию, потому что, конечно, тормозной путь на мокрой дороге или дороге, где уже имеется снежный накат, снежный покров, оно гораздо выше, нежели при тормозном пути на сухом пальто-бетонном потоке. А само состояние уличной дорожной сети в областной столице идет город навстречу вашим пожеланиям? Насколько это безопаснее становится жить в Твери, водить в Твери и переходить в Тверские дороги? Ну, мы видим, что у нас уже на протяжении нескольких лет количество дорожно-транспортных происшествий, при оформлении которых были зафиксированы недовлетворительные дорожные условия, оно сокращается. Мы видим, как развивается уличная дорожная сеть, то есть развивается, как мы уже сказали, и интеллектуальная транспортная система, и увеличивается пропускная способность наших улиц и дорог. Конечно, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» все наши дороги приводятся в нормативное состояние, и даже невооруженным взглядом надо быть специалистом для того, чтобы увидеть о том, что уличная дорожная сеть, она качественная. Вот это как наша народная примета, да, что когда стоит снег, вместе с этим снегом стоит и асфальт. Мы уже про это начали немножко забывать. И вот эти вот ямы, да, вот, которые раньше были, мы вот с сотрудниками ЕБДД ездили, мерили метром, да, и глубину, и ширину, это тоже, можно сказать, надеюсь, уходит в небытие. Ну, покажет. Весно-весно-весно-весно-весно. Но, тем не менее, уже качество этого асфальта проверяется, и это новые технологии. А как, на ваш взгляд, показали себя те самые умные светофоры, которые установлены вначале, появились в центре города, и какие еще дороги они собой закроют, что называется, в городе? Да, мы действительно увидели их изначально на Тверском проспекте. Дальше уличная дорожная сеть, на которой установлены интеллектуальные транспортные системы, она расширялась и будет расширяться. Ну, мы видим, что и пробок становится меньше с применением интеллектуальной транспортной системы, которая самостоятельно регулирует продолжительность циклов работы светофоров, и увеличивается, конечно, пропускная способность наших дорог. Но статистика аварийности тоже говорит за то, что это только нам пользует такая система. Мы сейчас много говорили о том, какая работа, но вот все фактически, о чем вы говорите, это работа инспектора ДПС, это сотрудника ГИБДД, профессионаловатической работы много, да? Много такой повседневной работы по безопасности дорожного движения. А самих-то сотрудников хватает? Возможно, вам нужны новые, прилив новых сил, что называется. Кого ждете? Ждем грамотных, готовых по состоянию здоровья нести службу в органы внутренних дел. Ну и, конечно, всех наших радиослушателей, которые имеют желание, имеют квалификацию, состояние здоровья, служить в органах внутренних дел, служить в системе госавтоинспекции. Я приглашаю к нам на службу в ряды госавтоинспекции Тверской области, потому что, ну, госавтоинспекция не ограничивается сотрудниками дорожно-патрульной службы. У нас, значит, довольно многогранные сотрудники, это и регистрационно-экзаменационные подразделения, которые осуществляют прием коэффициентных экзаменов, выдачу водительских удостоверений, регистрацию транспорта. У нас существует подразделение по пропаганде безопасности дорожного движения, которое осуществляет работу, прежде всего, с ребятишками, прививает им навыки безопасного поведения на дорогах. Ну и, конечно, это сотрудники технического надзора, которые осуществляют контроль за юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств, участвуют в проведении технического осмотра автобусов. И подразделения дорожного надзора, которые тоже самое участвуют в контроле за стоянием уличной дорожной сети. Это инспекторы по исполнению административного законодательства, которые смотрят, контролируют за правильное составление административных материалов направлений в судебные органы и ведение всех наших оперативно-справочных учетов. Ну и, конечно, это служба ЦФА по Центру автоматической фиксации административных правонарушений. Поэтому в любое из этих подразделений мы готовы принять на службу наших граждан, которые изъявят желание, и будет у них возможность, желание служить в органах подразделениях госавтоинспектов. Работа интересна? Конечно, работа интересна. Ну и в конце программы от вас советы участникам дорожного движения. Что называется, мы сейчас в таком пограничном состоянии. С одной стороны тепло, с другой стороны холод. К чему нужно быть готовым? На что прежде всего обращать внимание? В любое время года, в любое время дня необходимо изукоризненно, безусловно, соблюдать правила дорожного движения. Прежде всего, это выбирать скорость не исходя из максимально возможного на данном участке, а исходя из максимально безопасного. Как вы чувствуете? Для себя это максимально безопасная скорость. Конечно, ни в коем случае не превышать установленную скорость движения. Соблюдать правила при проезде пешеходных переходов. Быть особенно внимательным, если вы осуществляете перевозку несовершеннолетнего. Не зря говорят, что у нас правила дорожного движения – это правила жизни. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что эти советы вы слушали от начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, Дмитрия Сергеевича Арзанова. Это была программа «Тема дня». В студии работала Ирина Чекунова. Всего вам доброго. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Спасибо.